Это послесловие к вопросу. Изначально вопрос, а нужны ли там потоки гастарбайтеров? На сегодняшний день да, потому что желательно, чтобы, идеальный, конечно, вариант, это сдать страну в аренду, просто никто не берет, поэтому приходится сдавать ее по кускам. Здесь желательно, чтобы коренного населения не было, потому что коренное население все-таки пользуется какими-то правами, и оно на что-то претендует. Коренное население хочет, чтобы у него была какая-то определенная свобода маневра, чтобы у него было образование, здравоохранение, чтобы были дороги, чтобы были какие-то признаки демократии. Коренное население на это имеет право, но именно поскольку это не совпадает с генеральной линией партии, нужно, чтобы коренного населения, по крайней мере, в том виде активности, которая даже минимально раздражает собой власть, конечно же, не было. Его нужно заменить на гастарбайтеров. В этой связи гастарбайтеры нам необходимы, потому что они, по крайней мере, это иллюзия существующая, первое время молчат и работают. На самом деле, работать они уже перестали, молчать, кстати, они тоже перестали. Если раньше, лет пять тому назад, к нам приезжали самые трудолюбивые, то теперь можно на любую улицу пойти и посмотреть, как один работает таджик, а семеро стоят рядом и просто курят или разговаривают. Но уж точно не работают. И, конечно же, нам, гастарбайтеры, необходимо. У нас экономика и политика выстроены таким образом, чтобы местный ни в коем случае не получил контракт, не получил зарплату, не получил работу, потому что лучше вместо него придет ни на что не способный, по крайней мере, сегодня не заявляющий своих претензий таджик. И этому таджику хоть сколько-то заплатят, но это будет в три раза меньше и, конечно же, выгоднее. И у нас политика, например, Министерства труда или нашего профсоюза, она ведь к тому и привела. В советское время почему-то на стройке работали только русские. У нас полстраны работала на стройке. Эта половина страны куда делась? У нас самой распространенной профессией в СССР был шофер. У нас шофера были русские, украинцы, белорусы. Куда они делись? Они что, все уже спились? Нет, ничего подобного. Почему так получается, что происходит замещение этих должностей? А кто-нибудь пробовал, например, в ЖЭК устроиться дворником из местных, из русских? Бесполезно, не возьмут. Это давно уже не получается ни у кого. И нужен ли нам какой-то, в том числе, рублевый фильтр гастарбайтеров? Конечно же нет, потому что нам позарез нужны гастарбайтеры. Нам нужно, чтобы население в этой стране было заменено на гастарбайтеров. О чем я сказал Владимир Владимирович? Он говорит, а кому не нравится, стучите копытами к океану. Это как раз он озвучил искренне государственную политику. Пожалуйста, границы открыты. Вам не нравится? Езжайте. На ваше место приедут те, кто нравится нам. Поэтому, естественно, никакой фильтрации, никаких ограничений.